Газовые рейды по стопам трагедии на улице Минской продолжаются. В дома Ивановца входят целые делегации. Полицейские, сотрудники госпожнадзора и сами газовщики. Проверяют, изучают и непременно отключают. Обойти все квартиры невозможно, поэтому в первую очередь приходят к тем, кто на карандаше у участковых. К тем, в чьи квартиры раньше не попали. А еще в дома, которые не взяла ни одна управляющая компания. И в дома, чьи коммунальщики не заключили договоры на ВДГО. Если жителям есть что скрывать, то они, собственно, неохотно открывают дверь. А если жители благоразумно относятся к своему газовому оборудованию, к своему домашнему чугу, с заботой относятся, то, соответственно, им скрывать нечего, и открывают они свободно. Зинаида Алексеевна как раз благоразумный житель. Специалистов газовой службы вызывает регулярно. Да я давно чувствую, маленько, немножко, чуть-чуть. Я как-то вызвала этих газовщиков. Они приехали, копались, чем-то помазали, да ничем туда не пахнет. И уехали. После ЧП на Минске позвонила еще раз. И не зря. Была обнаружена утечка газа в резьбовом соединении гибкого подсоединения в плите. Ну, короче, на шланге. Времени на то, чтобы обойти все дома муниципалитета критически мало. Поэтому специалисты лишний раз не церемонятся. Все-таки инициатива в неплановых проверках шла от губернатора. В этой квартире приходится отключать колонку. Неисправность автоматики безопасности. Это значит, в случае чего, если не будет тяги, либо она будет отсутствовать, человек может отравиться угарным газом. Это не значит, что колонка старая? Колоночка уже старая. Срок эксплуатации колоночки уже вышел. Колоночка ремонту уже не поднадлежит. Жильцы, конечно, огорчены и рассержены. Без горячей воды оставаться не хотят. А из мизерной пенсии денег на новую не выкроешь. Это варварство. Мы, как шхана, пришли. Мы вас отключим, снимем и останетесь вы без газу. Ради вашей безопасности. Ради нашей. У нас все в порядке. У нас приходит газовщик, проверяет тягу, проверяет все. Все хорошо. Уходит, я расписываюсь. Все нормально. Собственники этой квартиры рассказывают, знали бы, чем закончится визит газовщиков, ни за что бы дверь не открыли. И такое мнение у горожан распространено. Из 15 тысяч квартир, которые мы обошли, доступ был в 7 тысяч. И из этих 7 тысяч квартир порядка 400 единиц газового оборудования было отключено. То есть почти 400 газовых колонок, газовых котлов старых, неисправных, непригодных и опасных. Сотрудники «Газпром» газораспределения переведены на 12-часовой рабочий день. Трудятся без перерывов и выходных 7 дней в неделю. Чтобы всех дома застать и никого не упустить, заранее просят коммунальщиков развешивать на домах объявления на яркой бумаге. В те квартиры, в которые не попали, будут стучать снова и снова, пока не будет результата. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.